Народ, всем привет! С вами я Юра и сегодня я вам покажу, где живут бедные финны и заодно покажу, где я живу, мою квартиру. То есть, прямо говоря, я живу в черном районе по финским меркам, но давайте совсем по порядку объясню, покажу и потом подытожим. В Финляндии твое место, где ты живешь, начинается с парковки. У каждого есть своя парковочное место, они все пронумерованы. Если у тебя нет машины, то ты не платишь за парковочное место, если она у тебя есть, то ты просто заказываешь парковочное место и оно конкретно твое, то есть, его никто не занимает. То есть, машины не суют, кто куда попал. И, соответственно, на каждом парковочном месте есть вот такой столбик подогрева. То есть, вот такой столбик, на каждом свой номер, мой парковочный номер 77. А здесь, значит, идет таймер, который может работать 2 часа. То есть, вот сюда ты вставляешь провод, подключаешь к машине, и машина 2 часа греется. То есть, когда ты приходишь утром в машину, у тебя уже двигатель теплый, и в любой мороз он заводится без проблем. В любом доме в Финляндии есть такая система подогревов. То есть, ну, это очень сильно распространено. Огромный плюс того, что если у вас есть розетка в машине, как вот есть у меня, сейчас покажу. То есть, вот, например, видите, у меня есть розетка, точнее, у меня есть в машине розетка, с помощью которой я включаю в эту розетку вот такую печку. И когда у меня машина стоит на подогреве 2 часа, то есть, вот эта печка работает. То есть, она разогревает салон. Когда я прихожу, еду на работу, например, у меня 2 часа машина грелась, у меня уже в салоне тепло, и мне не надо чистить стекла, потому что, соответственно, в машине тепло, и через стекло все это тает. То есть, это очень удобно и реально крутая штука. И плюс ты едешь на работу, например, на улице минус 20, а в машине у тебя уже, ну, там, плюс 2, плюс 3, то есть, уже тепло, и можно спокойно находиться. И, соответственно, если двигатель теплый, машина заводится легко и быстро прогревается, меньше топлива и всему остальному. То есть, очень удобно. Для тех, кто никогда не был в Финляндии, где-то, может быть, далеко живет в России, либо еще в других странах, как правило, в каждом районе есть вот такой почтовый ящик. Если вам надо отправить письмо, вы просто кидаете в него. Вот здесь как раз написано, что с понедельника по пятницу в 10 утра почтальон забирает отсюда письма, и они дальше уже уходят, куда надо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каким образом в России отправляют письма, потому что я что-то пытался вспомнить, реально не понял. Его надо относить на почту, либо еще куда-то. В Финляндии вот такие ящики стоят в каждом районе, возле магазинов. Ну, короче, где только угодно. Вы просто кидаете туда письмо, и оно уходит, куда вам надо по адресу. Дальше, конечно же, есть мусорка в каждом районе. Если честно говоря, у нас очень плохая мусорка, она постоянно грязная. Вот как видите, у нас нету дверей вот здесь. Эта мусорка очень старая, и здесь нету дверей. И когда ящики уже переполнены, птицы сюда залетают, там разные вороны, и начинают этот мусор как бы раскидывать, и постоянно здесь грязно. В хороших финских районах, ну или вообще, где есть новые мусорки, там есть двери, и там намного чище. У нас, к сожалению, мусорка очень грязная. Ну, как, наверное, многие знают, что в Европе мусор сортируют, но об этом я расскажу как-нибудь в другом видео обязательно. То есть на каждый мусор есть свой определенный ящик, но в это пока не будем сдаваться. То есть вот такая мусорка. Так как все парковки чьи-то, то есть нельзя машину оставить, где попало. Если вы оставляете, то штраф будет порядка 40-50 евро. Но для гостей есть отдельные парковки. Вот, например, здесь два парковочных места, и там еще четыре парковочных места. Это для людей, которые, ну, приехали кому-то в гости. То есть машину нельзя все равно оставить, где попало. Также есть для велосипедов уличные вот такие парковки. И сейчас зайдем, я покажу, что есть, какие бытовые помещения есть в здании. Сейчас зайдем и посмотрим. Тут, короче, типа колясочная, либо для велосипедов. То есть, ну, можно ставить эти велосипеды, как бы, и оставлять их на зиму. Здесь тепло, все сохнет. Таким вот образом это все выглядит. Потом, вот тут вот есть сушилка. То есть, сюда можно повесить белье. И вот тут включается печка. Тут таймер на 120 минут можно включить. И, соответственно, бесплатно будет у вас сохнуть белье. Если надо быстро что-то высушить, то, ну, без проблем это все делается. В каждом доме раньше была такая стиральная машина, как бы, ну, специальное помещение, где можно было постирать белье или еще. Но потом, вот на этот районные четыре дома оставили одну, потому что люди стали мало ей пользоваться, и это стало невыгодно. Ну, в многих домах еще в каждом доме есть своя стиральная машина. Там можно постирать ковры, там, белье, и потом, соответственно, высушить. Ну, у нас вот осталась тоже сушилка. Дальше в каждом доме, кстати, вот тут еще раньше сейчас дверь закрыта. Здесь был раньше типа холодильник, типа погреба. Там можно было хранить какие-то продукты. Но теперь тоже остался на четыре дома один, потому что люди не пользуются. Конечно же, сауна, потому что без сауны никуда. Вот здесь расписание у кого когда. То есть, сауна есть по пятницам и по субботам. За 10 евро в месяц можно взять сауну и, как бы, ну, ходить в сауну, там, выбираешь расписание, и люди ходят в сауну. Пойдемте посмотрим, какая сауна. Ну, вот тут, как бы, раздевалка. Потом сама сауна, ну, точнее, сам душ, где мыться. И вот тут сама парилка. Вот так вот она выглядит. Вот. Парилка и вот тут, ну, как бы, электрическая, куда подкидывать воду. То есть, как бы, получается два входа. Одни из этих и другие из тех. То есть, если вы час, ну, вот здесь, и ваша сауна, потом в другой час уже приходят, когда вы уходите, уже приходят с другого. То есть, ну, таким образом это все делается. Ну, и потом еще, конечно же, есть такого, типа, как склада. Тоже у каждого своя сетка. То есть, вот такие сетки, как бы, двери закрываются на замки. И каждый, если ты снимаешь квартиру, то у тебя есть, как бы, своя сетка, где ты можешь хранить какие-то вещи. Ну, вот у некоторых даже не закрыто, видите. То есть, ну, в основном люди закрывают, потому что, ну, все-таки здесь живет много всяких людей, которых, ну, скажем прямо, наркоманов, пьяниц там и всяких других, которые, в принципе, что-то могут украсть. Ну, вот некоторые вообще не закрыты никак. Вот, например, вот это вообще не закрыто. В общем, вот так это все выглядит. Пойдемте дальше, посмотрим, что еще есть. Дальше, короче, пойдем посмотрим конкретно мою квартиру. Вот это двор. Зимой здесь, соответственно, чистят дороги. Летом косят газоны. Потом осенью убирают листья. То есть, фирмы, которые, ну, типа, как ЖКХ или управдомы, они всем этим занимаются. Ну, вот мой подъезд, он тот самый последний. Пошли посмотрим, что там. Вот там, например, стоят ворота и кольцо. То есть, дети там могут играть. И вот там есть пройти дальше за угол. Там будет детская площадка. Здесь точно так же стоит парковка для велосипедов. И, собственно, вот подъезд. Подъезды без домофонов. Конкретно у нас, ну, домофоны бывают в Финляндии. Этот подъезд закрывается просто в 9 часов. И без ключа. То есть, если вы здесь не живете, вы не можете зайти. Дальше, когда вы заходите, вот здесь вот в каждом подъезде фамилии, кто где живет. Но моей фамилии здесь нет, потому что еще сам Гуф спел, что никогда не ходи два раза по одному и тому же пути. Вот тут, например, если посмотреть, то здесь бесплатный обед вот по этим датам и в это время. То есть, это опять доказывает то, что здесь живут не самые богатые люди. То есть, всякие церковные общества и все остальные устраивают какие-то обеды, дают бесплатную еду. И вот здесь, как правило, вывешиваются. То есть, это опять доказательство того, что здесь живут небогатые люди. Дальше, подъезд. Подъезд, в принципе, обычный по финским меркам. Они везде такие. Его убирают по утрам, 5 раз в неделю. Каждое утро приходит уборщицей и убирает. Моя дверь вот у нас. Точно так же в каждой двери вот здесь должна быть фамилия. Но у меня ее тоже здесь нет. И вот тут такой почтовый ящик. То есть, почтальоны тебе почту кидают прям туда в дверь. И нету таких почтовых ящиков, как в России, например. Давай зайдем посмотрим. И так, вот, собственно, мы уже у меня дома. Я снимаю с женой двухкомнатную квартиру. У нас 59 квадратных метров. Соответственно, все начинается с прихожей. Все вот эти шкафы и все остальное здесь уже было. То есть, когда вы снимаете квартиру, как правило, от такого типа шкафа в прихожей он уже стоит здесь. Этот дом построен в 73-м году. И, скорее всего, вот эти шкафы еще с того самого года. То есть, ну, как бы их меняют в некоторых домах, в некоторых нет. Вот у нас, например, еще не поменят. Дальше здесь у меня находится спальня. Точно так же вот эти шкафы, которые стоят здесь, они точно так же были здесь уже в квартире. Мы ничего с ними сделать не можем. Мы их не можем разобрать. Они здесь находятся. Если конкретно тебе что-то не нравится в этих шкафах, ты либо ищи другую квартиру, либо как бы закрывай на это глаза. То есть, вот это наша спальня. Ну, соответственно, кровать и все остальное это уже наша. И вот этот комод наш. Дальше. Дальше вот у нас выходит с прихожей. Здесь туалет и душ. В туалете и туши точно так же нет ничего нашего, кроме стиральной машины. То есть, вот этот шкаф был и все остальное, соответственно, тоже здесь уже было. В некоторых домах точно так же здесь могут стоять получше шкафы и все остальное. То есть, но это отличается уже конкретно от квартиры, которые вы снимаете. Дальше здесь у нас кухня. Вот это, собственно, кухня. Тут точно так же. То есть, здесь, когда вы снимаете в Финляндии квартиру, у вас будет кухня, леда, холодильник. Иногда еще есть холодильник и морозилка, но у нас просто холодильник. Дальше здесь есть место для посудомойки, но мы посудомойку не взяли. У нас стоит здесь небольшая морозилка, потому что у нас нет в холодильнике морозилки. Это вот та самая кухня, где самые мои известные видео с большим количеством просмотров снимались именно здесь. Дальше мы заходим, пройти, если так, и здесь будет зал. Самая большая комната у нас. На мой взгляд, она челюсть чур большая. Мы, когда искали квартиру, когда мы переезжали в свой дом, ну, точнее, в свое жилье, у нас стоял вопрос взять нам однушку, либо двушку. Ну, мы решили, что будут к нам приезжать друзья, и там еще какие-то гости, и взяли двушку. Но вот мы полтора года уже живем в этой квартире, и к нам еще друзья так и не приехали, кстати. Кто из моих друзей смотрит, это вам привет всем. Соответственно, вот такая комната. К сожалению, в этой комнате мы находимся очень мало. Телевизор у нас включается один раз в неделю на выходных, если мы посмотрим какое-то кино. Ну, на самом деле, вот нам вот эта двушка, она очень большая. И, ну, как бы вот мы здесь уже полтора года живем, и уже как-то переезжать не хочется. И, ну, по идее, можно было взять однушку, но не суть. Жалюзи точно так же, вот у нас в квартире стоят жалюзи, они уже были здесь в квартире, то есть они не наши. И дальше, соответственно, балкон. Ну, такой обычный балкон, он не особо большой, но, как бы, у нас там тоже не столиков, ничего нет, потому что мы на балконе проводим крайне мало времени. Итак, теперь объясняю, почему здесь живут бедные финны. Потому что вот этот, конкретно этот район, это квартиры, которыми владеет город. То есть в каждом городе Финляндии таких районов достаточно много. Это не частный сектор. Вот конкретно вот этими домами владеет город. И у них цель дать возможность всем людям иметь свое жилье. И жилье иметь относительно хорошее. Поэтому это не коммерческие организации. Вот мне пришла на той неделе бумага, у нас на следующий год, на 2017, оплата за квартиру остается такая же. Мы за эту квартиру платим 430 евро в месяц. Соответственно, где-то в Хельсинки такие квартиры уже будут стоить в районе 700. Соответственно, так как это город, и там очередь, например, в очереди могут стоять наркоманы, иммигранты, еще кто-то там, какие-то пьяницы и все остальные. И город обязан им дать квартиру, потому что они не могут жить на улице. Если вы, например, частники, и к вам приходят какие-то наркоманы снимать, вы можете им отказать и сказать, нет, я не хочу таких брать себе в квартиру, и они не будут там жить. А город этого сделать не может, потому что, ну, поэтому это и называется в Финляндии так называемый черный район, потому что здесь могут жить кто угодно. Поэтому здесь как бы, ну, может просто появиться так, что в один прекрасный момент, вот вы жили хорошо, все нормально, но к вам заселятся какие-то наркоманы и будут шуметь. Конечно, с этим рано или поздно разберутся, и там, ну, там это не может продолжаться бесконечно, но вам все равно это доставит какие-то неприятности и все остальное. То есть вы пару ночей точно не сможете поспать, если они будут шуметь. Что касательно в частных домах, там, соответственно, намного жестче правила, намного жестче правила, кого берем, не берем жить и так далее. Поэтому, если вы, например, снимаете в частных домах, вы как-то больше себя безопасно чувствуете. Здесь же такого нету. Точно так же, когда мы решали, ну, решали снимать ли нам эту квартиру, мы исходили из того, что с этого окна у нас вид на парк, и с того окна у нас вид на парк. То есть у нас нету, ну, окно в окно, то есть на нас, нам в окна никто не смотрит. Поэтому это тоже было довольно-таки одним из важных критериев для нас, чтобы, ну, окна выходили куда-то на парк или еще куда-то. Точно так же этот район находится относительно в центре, здесь все близко. Школа здесь 50 метров, магазин ближайший там в районе 500 метров, ну, то есть довольно-таки все близко. Еще очень важный факт, то, что здесь вы не можете делать никаких ремонтов. То есть если вы захотите покрасить стены, во многих квартирах это невозможно. Если вы, например, ну, если вы, например, очень сильно захочете это сделать, вы можете позвонить в фирму, объяснить, что я вот хочу сделать. Они, может быть, вам дадут разрешение сделать за свой счет. То есть вы сделаете и покрасите стены в какой-нибудь цвет, но это тоже оговорится в какой цвет. То есть, когда вы с этой квартиры уедете, ну, после вас не должно остаться что-то там розовых стен, потому что, когда, например, заеду я, мне могут не понравиться эти розовые стены. Поэтому все стены белые, как правило, либо серые. Но в частных случаях иногда можно делать ремонт за свой счет, либо еще как-то договариваться. То есть, точно так же очень важно помнить, что если, например, у нас сейчас сломается плита или холодильник, я просто звоню в фирму, говорю, что вот у меня сломалась та или иная вещь, приедут люди, поставят мне новый. Все, я за это ничего не буду. Если я не виноват в том, что он сломался, я за это ничего не буду платить. То есть, так же, если у нас потек кран, либо что-то сломалось шкаф или еще не по моей причине, то есть, в этом не я виноват, я звоню в фирму, говорю, приходит человек, мастер, который это все отремонтирует совершенно бесплатно. И, в общем, все, что здесь находится, все, что здесь не мое, и если оно сломалось не по моей причине, это все будет ремонтироваться бесплатно, и мне здесь ничего делать не надо. То есть, есть какие-то проблемы с окнами, с батареями, либо еще с чем-то, я ни к чему не должен прикасаться. Все это будут делать фирмы, которые отвечают за то, что эти квартиры находятся в хорошем состоянии. Теперь касательно конкретно меня, почему я снимаю эту квартиру. То есть, в таких квартирах жить, ну, непрестижно, скажем так, по финским меркам. Мы снимаем эту квартиру, потому что, во-первых, жена у меня еще учится, во-вторых, мы живем вдвоем, покупать нам квартиру, покупать свою квартиру я не хочу, а хочу покупать частный дом. Но нам вдвоем частный дом вообще никак не нужен, потому что это будет дорого содержать, и зачем нам жить в четырех комнатах вдвоем. Точно так же, конкретно я еще не знаю, останусь ли я в этом городе, либо перееду куда-то в ближайшее время. Поэтому мы снимаем эту квартиру, пытаемся копить деньги на дом, и при этом еще пытаемся путешествовать. Пока у нас получается путешествовать в районе, там, трех раз в год. То есть, вот это, ну, главные критерии, почему я снимаю эту квартиру. Ночью я сплю спокойно, к счастью, у меня нет плохих соседей пока что. Собственно, вот, показал, как живут бедные финны. При великим удовольствии я бы вам показал, как живут богатые финны, но у меня нету знакомых очень богатых. Если есть кто-то из моих подписчиков в Финляндии живущих, в любом другом городе, у которого есть действительно какая-то дорогая квартира в элитном районе, либо, может быть, дом, если вы хотите, чтобы я рассказал, как живут богатые финны, напишите, я с удовольствием приеду и посмотрю, как они все-таки живут. Это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, спасибо, что смотрели. Пока!